...заменяет, и поскольку он базируется на нум-пи для обработки численных массивов, то он и довольно быстрый тоже. Это значит, будет второй кусок. Теперь еще один кусок – это как из Питона вызывать внешняя программа. Тогда уже все равно, на каком языке они написаны. Они могут быть написаны на том же Питоне, могут быть на СИ, могут быть на абсолютно чем угодно. Просто мы как внешнюю программу их хотим вызвать, как из Шелла. Для этого существуют встроенные средства в стандартной библиотеке Питон. Их даже два. Одно из них, правда, уже официально считается деприкатит. Не знаю, как это перевести на русский. Устарело, что ли, да? А второе считается официально правильным. Я не говорю, такой генеральной линией. Но оба они все-таки более-менее сложные. А существует некий маленький-маленький дополнительный пакетик, который позволяет вызывать внешняя программа страшно простым и интуитивным образом. Вот это я и покажу. Еще одна вещь. Опять же, существует несколько разных пакетов. Но это уже все не из стандартной библиотеки. Они все дополнительные. Несколько пакетов, которые позволяют организовывать распределенные вычисления на нескольких машинах одновременно. Ну, вот, опять же, такой наиболее простой и интуитивно понятный я хочу показать. И еще один кусочек. Видите, обширные планы, но все кусочки и не длинные. Еще один кусочек мне любезно передал Женя Балдин. Он не мной написан, этот кусочек. Показывает, как из Питона получить доступ к системе РУТ, которая используется для анализа экспериментальных данных практически во всем мире экспериментаторами в области физики элементарных частиц. Это основная вещь, с которой везде работают. Разработана в ЦЕРНе. Можно с ним работать как таковым, естественно. Там есть C-Инт, интерпретатор C++, который позволяет в таком интерактивном режиме писать прямо на C++. Но, ежели кому C++ не нравится, можно то же самое делать на Питоне. Для этого есть несколько интерфейсов Питона с РУТом. Вот это, значит, будет последний кусочек, который... Ну, ладно, дойдем до него, там и видно будет. Ну, ладно, тогда я, значит, начинаю основное содержание. Сейчас мы закончим рассматривать ситон. Значит, мы как раз в прошлый раз остановились где-то вот примерно здесь на том, как на ситоне описывать и использовать структуры сишные. Ну, вот я, так скажем, чуть повторяясь, скажу, что их можно описать вот так вот. Вообще говоря, C-Type-Div служит для определения новых сишных типов данных в Питоне. В частности, можно описать структуру с каким-то именем, а здесь ее поля. Я мог бы написать это в одну строчку, когда был ре, запятая им с тем же самым успехом. То есть здесь любые такие описания, ну, практически в сишном синтаксе, если можно сюда с отступом обесточки запятой в конце скопировать. Теперь, значит, я могу при помощи C-Div определять переменные, имеющие такой тип, который описан в C-Type-Div. Могу в этом же описании их инициализировать. Могу и не инициализировать. Я мог бы написать просто C-Div complex Z, my complex Z, а потом уже Z отдельно что-нибудь присвоить. То есть просто в C-Div можно делать описание переменных или без инициализации, или с ней. Но когда это структура, то структура – это просто последовательность полей в определенном порядке, кстати. И вот для инициализации можно использовать просто имя этой структуры и значение этих полей прямо в том порядке, в каком они описаны. Это не есть полноценный конструктор какого-нибудь класса, это просто имя структуры от всех значений своих полей возвращает эту структуру, только и всего. Печатается такая структура в виде, напоминающем словарь питонский, что, однако, отнюдь не значит, что это внутренний словарь. Это внутренний, отнюдь не питонский словарь, это именно сижная структура, в которой есть минимально необходимое количество байтов, никаких излишеств. То есть там есть вот эти два числа двойной точности вплотную, расположенные друг к другу, два по восемь байт, и всё. Никакой инфраструктуры, как в словаре, там нет. Ну, значит, эти вещи, естественно, модифицируемые, mutable, то есть можно смотреть на их поля, можно присваивать что-то их полям, переменная от этого изменится, структура. Но очень часто в СИ используются не структуры как таковые, а указатели на структуры, даже, пожалуй, чаще, чем просто структуры. С указателями тоже можно писать, в общем-то, фактически по существу СИшную программу, но только на СИТОНе. Для этого нужно, как минимум, откуда-то импортировать молок и фри, чтобы отводить память в хиппе и освобождать эту память. Тут управление памяти делается вручную, а не автоматически, как в нормальных питонских программах. Для этого есть набор, так сказать, заранее подготовленных ситонских хидер-файлов. Один из них – это, ну, они обычно называются липси.чего-нибудь, липси.стд.io, липси.стд.lib. Вот из стд.lib мы можем импортировать молок и фри. Мы можем теперь, опять же, в синтаксисе, близко напоминающем СИ, описать переменную, которая есть указатель на вот эту структуру типа MyComplex. Я могу ее сразу же, опять же, инициализировать. Как ее инициализировать? Да как в СИ, при помощи малок. Малок имеет параметр – это размер, сколько байт выделить в хиппе, и вернуть адрес этой свежевыделенной области. Опять же, как в СИ, чтобы не ошибиться в числе байт, лучше написать sizeof и имя моего типа. И вот этот указатель, адрес такой бестиповый, надо ему сделать каст в нужный тип, в MyComplex звездочка, в указатель на MyComplex. Касты в Ситоне делаются как в С++ или как в новых версиях СИ, насколько я помню. Вот так вот, в таких вот угловых скобочках. В старых версиях СИ использовались тут круглые скобочки, но это не есть допустимый синтаксис в Ситоне, только вот этот новый синтаксис, допустим. Ну, значит, отличие от СИ состоит в том, что в СИ вот здесь я бы написал W – стрелочка такая, которая состоит из минуса и знака больше, и потом, скажем, РЕ. То есть это взять поле РЕ, структуры, на которую указывает переменная W. Или я мог бы написать звездочка W, то есть взять структуру, на которую указывает указатель W, заключить его в скобочке, потом написать точка РЕ. Ни тот, ни другой СИ-шный синтаксис вот такой в Ситоне не работает. В Ситоне пишется проще – просто W.RE. То есть если вот здесь я писал Z.RE, где Z был структурой, то берется поле РЕ прямо этой структуры. А W – это указатель на структуру. Тогда W.RE сначала делает разыменование, то есть переход к структуре от указателя, а потом берет поле РЕ. Ну вот. Теперь я вот уже упомянул, что нельзя в Ситоне использовать такой стандартный СИ-шный синтаксис, как звездочка W, чтобы по указателю получить то, на что этот указатель указывает. Ну, потому что в Питоне звездочка W имеет другой смысл. Используется там в вызовах функций, например, как мы помним. То есть этот синтаксис уже занят. Но используется для того, чтобы перейти от указателя к тому, на что он указывает, используется синтаксис W от нуля, который, кстати, тоже разрешен в СИ. Это абсолютно законная ВСИ-запись. В СИ я мог бы написать W от N. Это означало бы прибавить N к этому указателю, а потом разыменовать. Поэтому в СИ абсолютно легально. Можно всегда вместо звездочка W писать W от нуля. Ну, вот в Ситоне именно так и надо писать. Вот я, значит, просто выполнил все это. Ну, и здесь как бы ничего удивительного. То есть вот здесь я вот этот Z распечатал, поле R от него распечатал. Вот здесь я вот этот W где-то в хипе локейт сделал, мал-малок. Отхватил кусочек хипа размером в 16 байт. Там завел вот эту самую структуру. Вот здесь я ее распечатал. Так, она распечаталась. Ну, в конце концов, я вот здесь сделал фри, поскольку я делал малок вручную, то я должен фри сделать тоже вручную. Никакой автоматизации, как и в СИ. Здесь нет управлять памятью. Нужно вручную, если уж хочется использовать такую возможность. Ну, ладно. То есть вот работать с структурами и указателями на них в СИТОНЕ можно. Ну, практически, в общем, очень близко следуя тому, что люди делают в СИ. Но можно немножко более удобную вещь использовать. Ближе к такой объектно-ориентированной идеологии, обычно принятой в ПИТОНЕ. Для этого служат СИДЕВ-классы. Это похоже очень на ПИТОНСКИЕ классы, но с рядом ограничений и более эффективные как по памяти, так и по времени, так и по скорости выполнения, потому что это более простая вещь. То есть вот, например, и тут я попутно показываю еще один способ импортировать СИТОНСКИЙ файл в ПИТОН. Если лень делать вручную вот все эти шаги, напускать на него СИТОН, компилировать при помощи GCC, линковать в библиотеку, то все это можно автоматизировать. Есть такая вещь, как PIX-импорт, которая потом позволяет просто импортировать файл с расширением PIX, СИТОНСКИЙ файл. В процессе импорта все эти необходимые штучки, компиляции, линкования и так далее выполнятся автоматически. Теперь, вот допустим, у меня есть файл СИТОНСКИЙ файл. СИТОНСКИЙ файл. Вот я его просто взял и распечатал. Он довольно короткий. А, вот он весь влез. Значит, в нем я определяю какой-то СИДЕВ-класс. СИДЕВ-класс отличается от нормального питонского класса такими особенностями. Во-первых, все поля, которые есть, все атрибуты, которые есть в объектах этого класса, надо декларировать. Надо декларировать их типы при помощи СИДЕВ. Вот я здесь задекларировал. То есть в объектах этого класса будет указатель на чарт, то есть, в общем-то, сишная строка, и будет лонг, длинная целая. Так, два атрибута. Новые атрибуты этим объектам добавлять нельзя. В питоне можно динамически в любой момент взять и прибавить кучу новых атрибутов. Можно удалить имеющиеся атрибуты. Здесь этого делать нельзя, потому что на самом деле объект этого типа есть все-таки сишная структура. В ней вот есть два вот таких поля, и все. Ни новое добавить нельзя, ни существующее убрать нельзя. И дальше есть ряд методов. Ну, вот в методе инид я тут, чтобы не нарываться на какие-нибудь крупные неприятности, вот этому указателю присвоил. Не дай бог кому-нибудь взбредит в голову его разименовать, когда он не инициализирован. да, это будет... Вот. И, значит, да, вот эти поля просто так по умолчанию снаружи недоступны. Поэтому я хочу сделать... Хочу... Ну, это можно изменить, это я в следующем примере покажу. Я хочу иметь метод setS, который можно вызывать снаружи, который вот этому S, вот этой сишной строке чего-нибудь присваивает, то, что в питоне имеет тип bytes. Тип bytes – это почти тип стр, только стр уникодный, а bytes – ну, просто строка байта. Например, аскишную строку надо считать, что она типо bytes. Или там в каком-нибудь, я не знаю, кое-8 или в любой 8-битной кодировке. Вот. Ну, да. Так вот, значит, из вот этого метод можно вызывать из питона, передать ему такую строку типо bytes, и она засунется вот в это поле S. N, наоборот, можно читать из питона. N можно читать из питона, а основное содержание этого CDF-класса состоит в методе A to L, который просто берет из стандартной сишной библиотеки функцию A to L ASCII to LONG. Здесь ему передается вот этот чар-звездочка, сишная строка, которая заканчивается нулевым байтом, как все их помнит, возвращает она LONG, возвращает она сишный LONG, то есть целое число. Ну вот, значит, вот есть такая обертка вокруг функции A to L из сишной библиотеки. Если мне по какой-то причине очень захотелось использовать функцию A to L, то я могу написать такую обертку и использовать. Теперь вот когда я просто обычным образом импортирую C1, ну, точнее говоря, импортирую класс C1 из файла C1, то вы заметили даже, что здесь вот эта звездочка торчала заметное время, несколько секунд. Это вот из-за того, что я использовал вот здесь вот этот PixImport, все вот эти операции проделались behind the scene, то есть вы их не видели, так? То есть там ситонский файл транслировался в C, C скомпилировался, все это слинковалось в библиотеку, эта библиотека импортировалась. Это все вот этот PixImport делает автоматически. А теперь я могу просто использовать это вот прямо на родном, так сказать, Питоне без всяких расширений. Я создаю объект класса C1, как будто это объект обычного класса, но это не обычный класс. Создаю строку, не совсем строку, но вот bytes, строку типа bytes, в которой написано 1, 2, 3, 4, 5, так? Строку я подсовываю методу setS этого объекта, вызываю метод A to L этого объекта, вызываю метод getN этого объекта и печатаю и получаю питонское целое число 1, 2, 3, 4, 5. Все работает как надо. Здесь есть, правда, одна широко расставленная ловушка или грабли такие-то лежащие на самом проходе. Состоят они в том, что было бы очень плохо вот здесь вот в этом самом аргументе просто взять и написать вот это значение, не присваивая его никакой переменной. Фокус в том, что питон-то занимается управлением памяти автоматически, а вот когда у меня вот эта строка присвоена переменной S, то питон не будет ей делать free ни с того ни с сего. Он знает, что она доступна через переменную S. А вот если бы я написал вот это значение просто напрямую вместо S вот здесь вот, то питон имеет полное оправо в любой момент просто взять и изничтожить эту строку. А адрес этой строки уже скопировался в сишное поле типа чар-звездочка. После этого эта чар-звездочка будет указывать черт знает куда. И дальше ваша программа скорее всего вылетит по секфолту. Поэтому вот когда делается интерфейс из хорошего приятного языка, где управление памяти автоматически с плохим и неприятным языком, где оно делается вручную, тут надо соблюдать большую осторожность. Очень легко нарваться на неприятности. Ну вот. Но вот я сказал, что вот эти поля, которые просто описаны в оси дефе, они автоматически не являются доступными снаружи, но это именно автоматически. Если хочется, их можно сделать доступными снаружи. Поэтому вот я здесь маленько видоизменил этот пример. В описании поля S я включил слово публик, в описании N я включил редонли, а в остальном я, в общем-то, ничего не менял. А, ну да, я здесь, кстати, изменил, просто чтобы показать такую вариацию. Вместо и нет написал C и нет. Между ними есть некая разница. И вообще говоря, C и нет в этом случае более правильная конструкция. C и нет выполняется раньше. То есть вообще говоря, вот в этом сиде в классе может быть и C и нет, и нет. Но значит, когда создается объект вот такого класса, то для него выделяется какая-то память, после чего немедленно вызывается C и нет, сразу и безоговорочно, так сказать. Так? А потом уже делается все остальное. Поэтому если там есть какие-то указатели сишные, то лучше их инициализировать все и нет, чтобы, не дай бог, не использовать как-нибудь неинициализированный указатель, скажем, в ините. К тому же и нет в случае там наследования может вообще не вызываться. Кто-нибудь унаследовал от этого класса, написал свой и нет, а и нет класса родителя забыл вызвать. Нехорошо так делать, но в принципе ничему не противоречит. А вот C и нет вызывается всегда. Поэтому для таких вещей лучше делать на более низком уровне. Ну вот, значит, это вот другой вариант того же самого сидев класса. Теперь я этот класс из этого файла опять же импортировал. И теперь я могу просто немножко проще его использовать. Теперь я могу просто писать U.S равно S. S это та самая строка, которая у нас была, вот это вот. И могу использовать U.N просто не вызывать никакого метода. Вот этот метод надо по-прежнему вызывать. Все работает по-прежнему. Теперь, ну, поскольку вот эти сидев классы, это очень похоже на классы, но с неким ограничением. А, да, что еще надо сказать? Тут в этих примерах у меня нет таких примеров. Но, в общем-то, логично предположить, и это предположение правильно, что можно писать сидев методы, которые будут вызывабельны только из ситона. И можно описать CP-DEF методы, которые будут вызывабельны и из ситона, и из питона. Точно как же, как сидев функции и CP-DEF функции. Сидев всегда самые эффективные. CP-DEF уже содержит часть оверхеда при вызове, которая связана с тем, что питонские объекты надо преобразовывать в сишные типы и так далее. в общем, что-то делается с возвращаемым значением то же самое. То есть, тут нет особого отличия от просто функций. Методы – это те же самые функции, только они внутри класса. Теперь, поскольку уж это класс, хотя он вот такой слегка какой-то с урезанной функциональностью по сравнению с питонским, то наверное их можно наследовать. Наследовать сидев класс можно двумя способами. Можно его унаследовать в другом тоже сидев классе, тоже таком вот ситонском. При этом добавить еще ряд полей, добавить там ряд методов, переопределить какие-нибудь методы. Те поля, которые были, убрать естественно нельзя, они уж там есть и есть на веки, а добавить новое можно. Плюс к тому такое наследование таких исишных классов бывает только однократное. Множественное наследование не предусмотрено. Это может быть полезно, но более, пожалуй, полезно, что я здесь вот и покажу в следующем примере, можно от ситонского класса унаследовать чисто питонский класс. Вот здесь я написал на чистом питоне класс C3, который наследует от C2, вот от того предыдущего. Допустим, я хочу, кроме преобразования строки в целое, иметь еще преобразование строки в число с плавающей точкой. Я мог бы это действительно тоже на ситоне написать. Вот здесь я бы написал какой-то аналогичный метод, в котором бы использовал A2F, насколько я помню это называется. Несмотря на то, что он на самом деле W, а не не флот, но функцию зовут A2F, а не A2D. Ну вот, я по каким-то своим причинам поленился так сделать и хочу реализовать эту дополнительную функциональность на честном питоне. новое поля в питонском классе декларировать нет никакой надобности, да даже и возможности в общем-то особой нет, поэтому они просто создаются динамически. Вот я написал некий новый метод A2F, который имеет в общем ту же, грубо говоря, функциональность, что сишная функция A2F, которая, если у данного объекта поля X еще не было, это поле создаст. Это питонский класс, динамически создавать атрибуты можно. Ну, в качестве реализации я использовал стандартную питонскую функцию float. Ну, и вот, значит, теперь я могу, то есть, тут по-прежнему есть метод A2L, который реализован на C, есть метод A2F, который реализован на питоне в этом унаследованном классе. Вот такая, вот такой уже какой-то гибридный класс. Ну, вот демонстрация того, что он работает. Теперь я опять же в эту переменную, здесь я должен, в общем-то, использовать питонскую переменную, чтобы питон не сделал garbage collection не вовремя, засунул вот такую строку, чар-звездочка соответствующий засунул в сишный атрибут объекта О, вызвал метод A2F, который реализован в питоне, при этом поле X у этого объекта создалось динамически, исходно его не было, и распечатывал это поле X, и в нем лежит вот это питонское число с плавающей точкой. непонятно, у нас же A2L работает. Нет. Хорошему точку это должен проигнорировать. Нет, у нас A2F-то не работает. Работает A2L. Почему? А где у нас A2F работает? Ну вот, вот здесь я его описал. У нас же A2F просто берет тупо и перевод в бахло. Да. А A2L до точку то неидорно сделать по-хорошему. У нас отрабатывает A2L, правильно? Нет, 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 неправильно. A2F берет непосредственно строку. A2F преобразует строку в floating point number. A2L тут по дороге нигде не вызывается. Так у вас какие A2L запускаются? Я понимаю. Вы запускаются A2L, A2L, правильно? Так я не вижу. Вот A2F запускается, вот в этой строчке. А2F у нас просто берет и... Да, это чисто питонская функция, вот она и выполняется. Здесь ничего из синего... Ну да, нет, все нормально. Ну и вот на самом деле эти примеры они в каком-то смысле, конечно, все они искусственные, но пример, который немножко ближе к реальной жизни, это как все-таки работать с сишной библиотекой. Но писать какую-то нетривиальную сишную библиотеку у меня было, конечно же, лень, это очевидно, поэтому я тоже написал такую вот болванку. Вот от нее хидрфайл. Значит, это чистый C, точнее, точка H, так? То есть это сишный интерфейс вот к некой библиотеке. Значит, что в ней описано? В ней описано, сделан type-dev структ какой-то типа по имени C-Fu, который содержит поле long и поле double. Имею право создать такую структуру и назвать этот тип C-Fu. Так? Имеется функция Fu new, которая возвращает указатель на вот эту структуру, а параметры у нее long и double, она инициализирует эту структуру. Имеется функция, сишная функция full del в этой библиотеке, которая принимает указатель на эту структуру и изничтожает, естественно. Ну, фри, в общем-то, вызывает и все. И, наконец, имеется некая функция full F, у которой есть два параметра. Первый указатель на вот такую структуру, а вторая это double precision число. И она возвращает double precision результат, какое-то вычисление. То есть вот это интерфейс, точка H. Теперь собственно реализация на C. Собственная реализация на C вот такая. Значит, new делает очевидную вещь, делает malloc с размером нашего типа данных, делает ему cast в указатель на нужный тип, инициализирует поля. Обратите внимание, что вот здесь используется именно нормальный сишный синтаксис, это программа на C, не R.n R.x, R стрелочка N, R стрелочка X, и возвращает этот адрес. FU DEL просто вызывает free, изничтожает эту структуру, а FU F делает какое-то вычисление, вычисляет N, Y плюс X, где N это на самом деле поле из вот этого Z, X это тоже поле из этого Z. Значит, на самом деле, скажем, довольно близко в принципе по структуре устроены всяческие библиотеки генерации случайных чисел. Они тоже, как правило, содержат какую-нибудь функцию, которая создает какую-нибудь структуру, где хранится текущее состояние генератора случайных чисел, и содержит такую функцию, которая воспринимает указатель на такую структуру и возвращает, скажем, случайное число. Этих структур можно инициализировать несколько и получить несколько потоков независимых случайных чисел, независимых друг от друга. Это довольно обычная структура. Но я не стал, естественно, реализовывать какие-то нетривиальные алгоритмы. Но по структуре очень похоже на настоящую библиотека. теперь я делаю к ней интерфейс. Для этого я пишу два файла pxd и px. pxd это definition какой-то файл, который содержит, грубо говоря, перевод вот этого .h файла на сету. В общем-то, не грубо говоря, практически совершенно буквально. То есть, вот он содержит вот этот c-def extern, в котором имеется c-type def c-fu. Меня не интересует, я не собираюсь из питона получать доступ к полям, поэтому я не стал описывать полей. Я написал тут просто паз. То есть, вот это как бы непрозрачная структура, что это структура какого-то типа c-fu, сетон знает, а какие в ней поля, он не знает, поэтому я не смогу получить к ним доступ напрямую. Но зато я смогу получить доступ напрямую к этим трем функциям. Поскольку я описал их типы параметров, тип, которые они возвращают, я все тут описал, списал с хидерфайла. и второй файл, который реализует приличную, скажем так, обертку, которую удобно использовать из питона, и которая делает следующую вещь. Вот эти pxd-файлы импортируются в сетон командной c-import. То, что я там раньше показывал, c-import, libc. там чего-нибудь, это то же самое. Там где-то в недрах сетона есть набор pxd-файлов, которые уже приготовлены раз и навсегда, и которые представляют собой definition-файлы для стандартных сишных библиотек, для некоторых. А тут я написал для своей какой-то библиотеки такой definition-файл, и написал, собственно, реализацию обертки. Реализацию я написал удобную, в виде сидев-класса, чтобы можно было создать объект. Объект этот содержит непрозрачную, никому не видимую ссылку на структуру C-фу, то есть я-то ее вот здесь внутри и должен видеть, а снаружи из питона я к этому полю никакого доступа не имею. Это очень правильно. Это адрес сишной структуры, питон не знает, что с ним делать, он не умеет с такими вещами работать. Вот здесь я написал C-енит, который это поле инициализирует, а инициализирует он его как? Он вызывает функцию фунью, сишную функцию фунью из этой библиотеки. Он инициализирует эти поля вот из вот этих параметров, которые у конструктора здесь написаны. Теперь есть второй такой специальный метод в сидев-классах, симметричный ксиенит. Называется диалог. Это, наоборот, самая последняя вещь, которая вызовется, когда питон совсем уже соберется изничтожить объект этого класса. Ну, например, гарбич-коллектор решил, что этот объект больше не нужен. Он его сначала финализирует, вызовет диалог, в частности, для ситонского случая. Значит, если этот объект был правильно инициализирован, то, вообще говоря, этот if можно было бы исключить. Если объект был правильно инициализирован, то этот адрес не нул, тогда на него напускается функция full deal, которая просто освобождает эту память. Вообще говоря, в этом классе вот это условие всегда истинно. То есть, оно могло бы быть ложно, только если почему-то не выполнился сиенит, а это могло бы быть ну когда память вся исчерпалась, нет больше возможности, ну в общем, в каких-то таких странных случаях. Ну и, наконец, у него есть метод F. Метод F вот этого вот сидев-класса, который вызывает сишную функцию F. Вот такая естественная объектно ориентированная надстройка над чисто сишной библиотекой. Теперь я делаю компиляцию и линкование вручную. Ну, это я уже в прошлый раз объясняла, это фактически тот же набор команд, который там был. Значит, в конце концов у меня получается FU.S.O., которая есть в библиотеке, содержащая как вот этот объектный файл, так и сишный объектный файл, ну вот, который получился из C.FU.S. Так? Ну, и теперь, значит, я могу импортировать этот класс FU. Это C-дефный класс, то есть он, так сказать, с некими ограничениями, но, тем не менее, это класс. Теперь я могу его использовать из питона. Я могу создать объект, я могу вызвать метод этого объекта, и вот эта шестерка получилась в результате вычисления в сишной функции, естественно. То есть вот это вот как делаются красивые объектно ориентированные обертки вокруг сишных библиотек. Ну, пример, естественно, очень ненатуральный, упрощенный, да, ну ладно. Так, ну вот, значит, на этом я с этим делом кончил. Поскольку у нас много тем, у меня пора переходить к следующей. Значит, здесь где-то и есть, а, вот, пандас. Значит, пандас, как он расшифровывается, я, честно говоря, так толком и не уловил. Это пакет для статистической обработки данных. он все-таки как-то в довольно значительной степени ориентирован на, ну, я не знаю, вот, на то, что, на какие-нибудь не научные данные, а скорее, я не знаю, финансовые, бог знает, экономические, там, предсказания, чего-нибудь, рынков каких-нибудь, я не знаю, что там, народонаселения. В общем, на каких-то таких гуманитариев больше. Но хотя ничто не мешает в нем работать с результатами измерения, естественно. Это ничему... Сейчас я должен, наверное, сначала изничтожить все ответы, которые я получал дома, чтобы они здесь получались по-новой. Ну вот. И он все-таки довольно-таки близко следует тому, что существует в языке R. Значит, он есть надстройка на одном P, поэтому мне надо импортировать их обоих. Импортирую я их так, чтобы было видно, что откуда берется. И в нем есть наиболее основные, что ли, и часто используемые типы, называются series и data frame. Series – это одномерная структура данных, ряд. Ну, вот бывает, может быть, слышали такой термин time series. Это ряд, скажем, результатов измерения в какие-то последующие моменты времени. А data frame, который я покажу позже, это таблица, таблица с набором столбцов, каждый из которых есть, в общем-то, series. series. Ну, вот как можно этот самый series создать? Можно его создать из списка, например. Вот здесь я просто взял обычный питомский список. Один из элементов у него none, note number, который я взял из numpy. Это означает, что нет данных. Вот этот результат измерения недоступен. Ну, там, я не знаю, прибор сломался, в этот день, или, если это данные о погоде, метеоролог был пьяный, не померил температуру, или еще что-то. В общем, по каким-то причинам в этом месте данные недоступны. Так? Ну, а дальше я этот список преобразую в series в пандесный. Series, как и все на свете, имеет такую вещь, как индекс, по которому, собственно, каждому значению индекса соответствует свой какой-то результат в этом самом series. Если я не указал явно, какой индекс, индекс будет просто 0, 1, 2, 3 и так далее, генерироваться автоматически. Ну, вот какая-то простейшая статистическая обработка этого series делается методом describe, который сразу сходу выдает несколько довольно полезных вещей, чтобы получить грубое представление. Ну, представьте себе, что у вас тут не 6 значений, а 6 тысяч значений. Тогда это очень тяжело на взгляд понять, на что они похожи. А тут говорится, что всего значений 5. А, ну да, правильно, одно из них недоступно. Значит, нормальных значений 5 штук. Средние, вот эти недоступные значения из вычислений типа среднего, среднеквадратичного отклонения и так далее, исключаются. Среднее у них такое-то, среднеквадратичное отклонение такое-то, минимальное значение такое-то, максимальное такое-то. Вот это, где 50%, это то, что называется медиана. Это значение такое, что половина значений в этом ряду меньше этой пятерки, а половина больше. Ну и аналогично, что если, скажем, распределение симметричное, то медиана совпадает со средним, а если оно косое, перекошенное, то они не совпадают. Ну и для несколько большей детальности этого статистического анализа приведено кроме 50%, еще значение для 25% и 75%. Индексировать можно ряд, так как будто он просто список или там массив обычными способами. Вот это вот я выбрал от 2 до 5, от 2 до 5 значения, не включая 5, как обычно, получил такую какую-то меньшую выборку. Теперь, вот зачем эти индексы вообще нужны? А вот они зачем нужны. Вот допустим, я из своей исходной серии с F сделал 2 новых – S1 и S2. S1 содержит индексы с первого по пятый, а S2 содержит индексы с нулевого по четвертый. И теперь я их возьму и сложу. И что же мы увидим? А мы увидим, что индексы вот этой новой серии – это объединение, это не пересечение, это объединение множеств индексов здесь и здесь, в S1 и S2. Но поскольку в, скажем, в S1 значение, соответствующее индексу 0, недоступно, то в их сумме здесь стоит нота-намбер. Но аналогично в S2 последнее значение недоступно, поэтому здесь тоже стоит нота-намбер. Здесь, естественно, стоит нота-намбер. Ну, а где оба аргумента доступны, мы видим их сумму. На сервис можно функции напускать. Не знаю зачем, но можно посчитать экспоненту или там синус, или что хотите. В общем, любую, что называется, универсальную функцию из numPi. Или в квадрат возвести, складывать, умножить, что угодно можно делать. Так, можно посмотреть, что есть индекс у этой сервис. А индекс у него вот такой вот. Это, на самом деле, объект какого-то специального класса. Но значение его вот здесь перечислено. Значение его это просто целое, от 0 до 5. Индекс вовсе не обязательно должен быть вот этим набором целых чисел. Допустим, я задал другой питонский список i, который есть просто список строк однобуквенных, вот таких вот. И теперь я могу создать другой сервис из того же списка данных l, тот же самый, который у нас там был, когда я первый пример создавал. А в качестве индекса я ему задаю i. Не индекс по умолчанию, который здесь написал 0,1,2,3, а вот этот список i, который вот здесь вот. И я получил вот такую сервис. Теперь я могу индексировать по значению индекса. Когда индексы есть в строке, то на самом деле есть другой альтернативный синтаксис. Можно написать s.c. Это то же самое, что s от c в кавычках. Можно сервис такой похожего, что ли, вида, у которого индекс – это строки, получить из словаря. Если есть питонский словарь, который строки отображает в какие-нибудь числа, то я могу его преобразовать в сервис. Ключи словаря будут индексом, а значения, соответствующие этим ключам, будут данными. Можно отсортировать по значениям. Самое маленькое значение было 0, вот оно перелезло сюда теперь. Но есть еще много типов данных в PANDES. Поскольку там довольно много внимания уделяется каким-то результатам, полученным в определенные моменты времени, то там есть такой тип, как date range. Поскольку у нас Новый год скоро, я тут написал первые 10 выходных дней следующего года, то есть начиная с 1 января, а вот по 10 января. Вот я получил нечто, что содержит вот такие значения, даты просто. И это нечто, ну, это объект какого-то класса. Но этот объект можно использовать в качестве индекса. А в качестве данных я просто использовал случайное число с нормальным распределением, ну, от размера 10. То есть в каждые из выходных дней января следующего года откуда-то берется случайное число, и вот я получаю вот серию, с которой вот это каждой дате сопоставляет соответствующее значение. Тогда вот, скажем, s больше нуля будет возвращать, как и в numPi, тоже вот такой вот серис из булевых значений true и false. True будет стоять там, где соответствующий элемент данных больше нуля. Я могу индексировать булевым массивом, опять как в numPi. Поэтому, чтобы выбрать из вот этой серии с f, s все положительные элементы, я просто беру вот этот s больше нуля, подсовываю его вот так в квадратные скобки и получаю, что вот 2, 4, 5, 6, 7 и 8 января имею положительное значение. А остальные дни, очевидно, отрицательные. Существуют вот кумулятивные вещи. Кумулятивный максимум, кумулятивная сумма, например, и так далее. То есть кумулятивная сумма – это сумма элементов от первого до текущего. Кумулятивный максимум – это максимум элементов от первого до текущего. Кумулятивное произведение есть. Ну и, наконец, например, вот эти кумулятивные суммы я могу нарисовать. вот это вот кумулятивная сумма вот этого s. То есть каждый день января, с 1 января по 10 января, мы куда-то сдвигаемся на случайный шаг, который имеет нормальное распределение. Ну и наша траектория вот здесь нарисована. Ну и здесь как-то случайно получилось положительных шагов больше, а отрицательных вообще всего два. Могло бы быть наоборот. То есть это, что называется, случайное блуждение. Ну ладно, это, значит, было одномерные ряды данных. Можно сделать двумерные ряды данных. На самом деле они и являются наиболее часто используемым типом данных в Pandas. Их можно, опять же, получать из разных вещей. Вот здесь я, например, получил вот этот дейтафрейм из словаря, у которого два ключа – one и two. Они, соответственно, стали именами столбцов. А сами столбцы заданы в виде сервис. То есть вообще-то, говоря, это и правильно. Ну то есть каждый столбец вот этой таблицы, которую зовут дейтафрейм, является по существу сервис, одномерным статистическим объектом. Но они здесь разной длины. Вот этот вот имеет индексы ABCD, этот имеет индексы только ABC. Ну поэтому они автоматически, мы здесь видим их объединение, то есть ABCD. Но вот здесь данные недоступны, но здесь мы видим нотенамбор. Теперь мы можем, чтобы просто что-то узнать про наш дейтафрейм, спросить, какой у него индекс. Индекс у него вот такой, это строки ABCD. А какие у него колонки? А колонки у него one и two. Если мы вызываем просто с одним индексом, который есть имя колонки, мы получаем сервис. Мы получаем сервис, соответствующий вот этой вот колонке. То же самое, если колонки есть строки, можно описать через точку. Если мы хотим один конкретный элемент данных из первой колонки и из строки C, то это можно вот так вот, соответственно, написать. Вот этот будет сервис, и на него я напускаю опять индексацию, и вижу, что там значение было 3,0. А вот дальше есть вещь, которая, я, честно говоря, не очень понимаю, какая за ней стоит глубокая логика. То есть вот они там все время в своей документации бы хвалятся, что у них все, ну вот, скажем так, вызовы индексации и тому подобных вещей вызывают результат, который наиболее ожидаемый. Вот тут я бы не сказал, что он наиболее ожидаемый. Если я вызову в качестве индекса какой-то диапазон с B по D, то это будет диапазон строк, отнюдь не столбцов. Ну, то есть, если вот здесь вот были бы даты, например, вот в течение там 10 лет каждый день кто-то мерил температуру у нас тут на территории Яфа на улице, например, то здесь бы я написал диапазон дат с 1 января по 31 декабря такого-то года. Я бы получил список этих температур. То есть, вот когда здесь диапазон, то это диапазон строк. Можно номера строк использовать, как обычно в питоне, а не индексы. Но одновременно вот просто с вызовом индекса в квадратных скобках есть такая вещь, как лог. Видимо, от слова location, насколько я понимаю. Она работает более логично. Я не понял глубокой логики, почему, когда я пишу просто один индекс, это столбец, а когда я пишу диапазон, то это диапазон строк. Как-то это выглядит странно. А вот в лог действительно первый индекс – это всегда строка. Поэтому я могу просто лог от B написать и получить одну строку, строку B, вот эту вот. Могу лог от двух индексов написать. Первый из них – это строка, второй – это столбец. Могу взять диапазон строк и один столбец. А могу взять диапазон строк и все столбцы, например. Могу взять, наоборот, все строки и один столбец. То есть вот это, мне кажется, ведет себя интуитивно. На первом месте строка, на втором – столбец. А если мне нужно все, я пишу полный диапазон, то есть просто двоеточие от начала до конца. Ну ладно, значит, теперь что можно делать с этими дейтафреймами? Можно добавлять новые столбцы. Вот, например, там были столбцы 1 и 2. Я добавил столбец 3, который есть просто произведение соответствующих данных из 1 и из 2. Ну вот здесь стоят эти произведения. Ну вот здесь был none, получили none. И добавил еще один столбец, который называется flag, который содержит true там, где в столбце 2 значение больше 2. Где оно больше 2? Вот здесь и здесь. Вот, значит, в двух местах я получил true. Можно удалять имеющиеся столбцы. Вот я взял, удалил столбец 2, остальные столбцы остались. А, я еще добавил какой-то столбец. Еще я добавил столбец, а здесь написал скалярную величину. Если я здесь написал скалярную величину, то, как в numpy, она просто размножится по всему столбцу. Можно практически под таблицей из этой большой таблицы. Ну вот... А, нет, это я еще не под таблицу беру. Это я еще один столбец добавил. Я добавил еще один столбец, куда я скопировал столбец 1, только из него вырезал кусочек. Кусочек от начала и до второго значения. То есть вот эти значения у меня здесь есть, а все остальные там нам получились. Опять же, можно использовать лог. Да, в лог можно использовать список. Как в numpy. Если в качестве индекса стоит список, то это означает, что взять только вот этот столбец и вот этот столбец в данном случае. Вот здесь я взял два дейта-фрейма каких-то, которые, в общем-то, довольно однотипно строятся. Так, то есть они заполнены случайными числами. Вот у первого колонки А, Б, Ц, Д зовут, а случайных чисел этих 10 штук. А у второго колонки только А, Б, Ц, а случайных чисел... А, 10 на 4 таблицы, точнее говоря. А здесь 7 на 3. Поэтому, где данных не хватает, мы везде видим нан в их сумме, а где данных хватает, мы видим сумму двух случайных чисел. с нормальным распределением. Я с одним дейта-фреймом могу производить операции всякие типа 2 на df плюс 3. Там были какие-то случайные числа, вот получились другие числа, которые вот так вот. Могу на них синус напустить, не знаю зачем, но могу. Нотанаба пропал, да? Что? Нотанаба пропал. А это я беру df. Я беру не вот эту сумму, а вот этот df, в котором все определено. Так, могу вот как раз describe напустить. Describe здесь уже более как-то осмысленную информацию выдает. То есть здесь у нас, ну, какое-то количество нормально распределенных случайных чисел. То есть среднее у них, в общем-то, в общем-то ноль, если бы их было много. Ну, видно, что они более-менее близки. Среднеквадратичное отклонение у них должно быть в общем-то единица. Ну, видно, что оно близко к единице. Тогда минимальное значение. Вот минус 2 с хвостиком появилось, минимальное. То есть, по крайней мере, одно значение больше, чем на 2 сигма отклонилось. Максимальное значение – медиана. Ну, медиана в данном случае распределение симметричное, оно тоже вблизи нуля болтается. Можно сортировать по значениям какого-нибудь столбца. Вот столбец b теперь будет монотонно возрастать. Вот это было самое маленькое, что в нем было, это самое большое. Ну, и, наконец, точно так же, как лог. Есть такая вещь, как илог, которая использует не индексы, а целые числа. То есть, вот это вот, ну, илог работает как лог. То есть, первый индекс – это строка. Вот это вторая строка. Как ее зовут, мне, в общем-то, все равно. А это строка номер 2, впрочем, они с нуля номеруются. Это все строки с первой по третью, не включая третью, поскольку питонские соглашения так устроены. Это такая вот подтаблица. Строки здесь первой по третью, не включая третью, столбцы с нулевого по второй, опять же, не включая второй. То есть, это, в общем-то, некая маленькая подтабличка из той большой таблицы. А вот здесь вот я напустил на, вот этот вот data frame df, напустил метод считать кумулятивные суммы, ну, и опять же, получается вот эта самая прогулка пьяна в атаку, у которого каждый следующий шаг случайный, в данном случае с нормальным распределением. То есть, тут у нас есть 4 независимых пьяных, каждый шагает независимо от других. И их траектории, мировые линии, я могу нарисовать. Вот они вот так вот шагают, эти 4 пьяных. Ну, вот это значит… А, ну да, есть методы, которые я тут, правда, не проиллюстрировал, потому что их довольно много, которые из нескольких data frame'ов позволяют слепить один. Можно их объединить, ну, так сказать, по горизонтали, ну, там вот столбцы из одного фрейма и столбцы из другого фрейма, если у них индекс общий, скажем. Можно определить, объединить по вертикали. Если там измерения за один год лежат в одном data frame'е, за следующий год в другом data frame'е, можно получить data frame за оба года вместе. Можно еще как-то их хитро объединять. Я все эти методы не знаю, их надо в Хелпе смотреть. То есть вот такая вот есть, ну, что ли, система для статистической обработки общего назначения. Ну, можно, в частности, ее, конечно, и для экспериментальных данных использовать. Ничто не мешает. И, кстати, видно, что она довольно прилично интегрирована с эпитоном, потому что, когда я просто пытаюсь напечатать какой-то data frame, то он генерируется HTML-таблицей, и у меня в браузере она рисуется в виде красивой таблицы. Если бы вы работали просто с командной строки, ну, вы бы получили некое приближение к этому, но не столь красивое. В принципе, в Pandas есть там какие-то нмерные data frame. Я в них не разбирался. То есть они не ограничиваются двумерным. Но самое, ну, что ли, популярное типо данных – это одномерный сервис и двумерный data frame. А дальше есть какой-то ND data frame или что-то в этом роде, который может быть сколькиугодномерный. Так, ладно, значит, на этом, опять же, с этим кусочком всё. И вообще, сколько времени, интересно. Да, времени остаётся довольно мало, но, тем не менее, будем стараться. Так, вышел отсюда. А, ну да, ну вот это, пожалуй, очень простая демонстрация. На неё хватит одной минуты. А есть не в стандартной библиотеке, впрочем, совершенно забавный пакет, который называется «Ш». который позволяет, ну вот, шел команда вызывать прямо из питона очень простым и удобным способом. Он на самом деле делает какую-то чёрную магию с импортом, переопределяет кое-что. Но зато в результате использовать его просто одно удовольствие. Ничего не надо ни изучать, ни не знать. Вот, допустим, я просто-напросто импортировал «ш». После этого я могу любую шел команду вызывать как «ш» – точка имя этой команды. Это не значит, что в «ш» есть 10 тысяч каких-то методов. От неё нет. Я тут могу написать абсолютно произвольную вещь, которая по каким-то случайным причинам у меня в компьютере установлена. Вот, например, я хочу вызвать команду «Элес» в текущей директории. Итак, вот я её вызываю. Но тут, к сожалению, очень узкое поле, поэтому это выглядит немножко некрасиво. Но, в принципе, просто вызвалась команда «Элес», и её результат, ну, то есть результат, который возвращает этот «Элес», в качестве строки возвратился в питонскую программу. И питон его мне благополучно напечатал. Я могу не просто её вызвать, я могу дать этот результат в переменную засунуть. Вот я результат команды «Элес» засунул в строковую переменную «Эс», напустил на ней метод «сплит». «Сплит» по всем «Вайтспейсам», то есть по ньюлайнам и пробелам, и получил список, питонский список всех файлов текущей директории. Очень просто, правда ведь? Ну вот. Дальше. Это была команда без параметров. Я могу вызвать команду с одним или несколькими параметрами. Вот «Д1» – это на самом деле директория. Вместо того, чтобы Шеллия, я бы сказал «Элес» «Д1», и здесь я говорю «Шу.Лес» от одного параметра «Д1». И получаю список файлов директории «Д1», как мне трудно догадаться. Более того, если мне этот «Элес» хочется вызывать часто, так я могу прямо его и импортировать. Вот это уже совсем некая темная магия, которую я не очень понимаю, как работает. Но вот здесь что-то переопределено в способе, как из «Шу» чего-нибудь импортируется. То есть я еще раз говорю, в пакете «Ш» нет такой вещи, как «Элес». Здесь я мог бы написать что угодно. Но если я импортирую некое произвольное имя из пакета «Ш», то я потом это имя могу использовать. Будет вызываться внешняя программа с таким именем. Вот здесь я еще раз вызвал «Элес» от «Д1». А здесь я, например, вызвал «Элес» с двумя параметрами. Первый из них – «Л», второй – «Д1». получил всем привычную подробную распечатку директории. Естественно, вместо «Элес» здесь может быть все, что угодно. Может быть, ваша программа, которую вы написали на «Си», откомпилировали. Поэтому вот это, скажем, некий совсем уж простой способ вызывать внешние программы из питона и результаты их выполнения получать в виде строк в питонских переменных. А, и параметры им передавать в виде параметров командной строки. Насколько я понимаю, этот такой детсадовский способ не позволяет «Эстидеин» от этой внешней программы использовать. Для этого все-таки надо что-то более развесистое. Но, тем не менее, для простых случаев это настолько просто и естественно, что, по-моему, проще уже и не бывает. Так, теперь мне надо опять отсюда выйти. Теперь будет демонстрация распределенных вычислений. Для этого я сейчас должен эти две машины объединить в сеть. Значит, я сейчас просто на телефоне включу точку доступа, что, в общем-то, здесь не очень рекомендуется делать, но я надеюсь, что нас не поймают. Так, я ее включу. Теперь я должен эти два компьютера к этой Wi-Fi-точке доступа подключить. Вот так, подключаю этот. Вот эта точка доступа зовут ее «Хоу Гварц». Она, кстати, запароленная, поэтому не пытайтесь к ней подключаться. Я к ней подключился. Теперь я должен подключиться на другом компьютере. Сделать то же самое. Так, другой компьютер. А, он, похоже, автоматически подключился. Да, говорит, что он подключен. Ну ладно, тогда мне нужно посмотреть его IP-адрес. Так, значит, сумму. Так, и в конфиг. IP-адрес у этой машины. Да нет, мне нужен адрес вот этой машины, которая отдельно, которую вы не видите, что на ней. Вот он. 192-168. Так, 43-95. 43-95. Вот это мне надо запомнить. И теперь я запускаю демку, демонстрацию. А, IP-адрес оказался тот же самый, когда я это делал дома. Ну и ладно. Значит, вот один из пакетов, которые позволяют программе на Питоне вызывать что-нибудь на другой машине, это RPIC. Remote Python Call. Он очень простой. Опять же, он не единственный. Их есть несколько. Но мне кажется, что RPIC проще всех. И, в общем-то, он позволяет делать все, что надо. Вот я, значит, сначала его импортирую. А, да, теперь мне надо... Да, теперь, значит, прошу прощения. Мне надо... Чтобы вы видели, что я делаю, я сейчас войду по SSH из этой машины в эту. И там мне надо запустить одну команду. Так, теперь мне надо сказать SSH... Вот эту штуку. А, блин. SSH-демон не запущен. Так. SSH-демон старт. Он запустился. Ну, а вот, значит, сейчас я из этой машины вошел в эту. А теперь я здесь говорю. RPIC Classic. Запускаю сервер. На самом деле этих серверов... Да? А, RPIC я неправильно написал. Серверов два. Есть классический. И есть какой-то там еще более продвинутый. Классический использовать в этом смысле проще. А, ну все. Вот он запустился. То есть теперь у меня на вот этой машине сидит некий сервер, который ждет, что к нему подключится клиент. И клиент будет ему указывать, сделай то-то и то-то. А этот сервер будет выполнять. Ну, а вот теперь мы, значит, благополучно возвращаемся сюда. И создаем связь с этой удаленной машиной, которую я назвал ремоут. Вот, значит, есть RPIC Classic Connect вот к этому IP-адресу. То есть сервер там уже запущен, поэтому все, значит, создался некий объект по имени ремоут, который, ну вот, есть линк вот к этой удаленной машине. Теперь я этой удаленной машине могу говорить, выполни вот такой питонский оператор, n равно 2. Теперь, значит, вот некий питон-интерпретатор на удаленной машине выполнил вот этот оператор, значит, в нем, в удаленной машине, переменной n присвоилась двойка. А теперь говорю, вычисли выражение n плюс 1 на удаленной машине. Ну, говорит, 3, пожалуйста. То есть я могу вызывать операторы или вычислять выражение на питонском интерпретаторе удаленной машины. Теперь я могу сделать такую вещь. Могу вызывать всякие built-in, встроенные вещи, встроенные функции питона на удаленной машине. Вот, например, на удаленной машине встроенную функцию open могу вызвать, так? В которой задан какой-то путь. Тем самым на удаленной машине, вот на вот этой левой машине, откроется файл вот с таким именем. На этой машине этого файла вовсе нет, он здесь находится. Откроется файл. Ну, а что такое тогда будет вот этот remote-файл, спрашивается? А remote-файл – это переменная в питоне на этой машине, на моей основной машине, на которой я сижу. И это то, что называется сетевой прокси. Или, ну, сетевая ссылка. То есть объект remote-файл на вот этой машине и сетевая ссылка на объект типа файл на другой машине. Я мог бы не типа файл-объект использовать, а какого-нибудь другого типа это, пожалуйста. Но вот я могу использовать этот объект remote-файл, как если бы он был обычным файлом, так? То есть я могу на него напустить метод read, а потом вызвать print на локальной машине, на вот этой. Тем самым я прочитал удаленный файл и распечатал его вот здесь. Вот это вот удаленный файл с этой машины. Удаленный файл, который называется myModule.py, в нем определен некий класс, который я сейчас тоже буду определять объекты его. Ну, сейчас я закрою пока что файл. Вот. Значит, для того, чтобы интерпретатор питонно-удаленной машине мог использовать этот класс, он в какой-то нестандартной директории, мне надо эту директорию добавить в его path. Опять же, как я это делаю? Я на удаленной машине из модуля sys импортирую, беру path и смотрю, что же в нем содержится. Вот это path на удаленной машине, так ведь? Это path на удаленной машине. Опять же, вот этот remote path – это на самом деле объект на локальной машине, который представляет собой сетевую ссылку или прокси к соответствующему объекту удаленной машины. Все, что я с ним делаю, с этим прокси, передается на ту машину для выполнения. Вот, например, я взял, добавил к этому списку еще одну директорию, ту, которую я хочу использовать. Вот я ее добавил. Теперь я на удаленной машине питонский интерпретатор, который у меня сейчас запущен, будет знать, что он может брать классы из этой директории. И вот я теперь могу создать объект. Вы добавили туда, может, локальную переменную свою добавили? Да, я добавил к локальной переменной, а локальная эта переменная представляет собой прокси к переменной другой машине. Но так переменная не поменялась? Поменялась. А почему? Потому что этот самый прокси так работает. Все, что я делаю над локальным прокси, передается тому, кого он проксирует. Вот в этом-то вся прелесть и состоит. То есть, на самом деле... Это у вас прямая пасть, это у вас локальная деятельность отображается, вы ее меняете и меняете... Да, совершенно верно. То есть, на самом деле, тут есть... Про доступа какие тут? Что? Права доступа, например. А, ну, права доступа. Ну, значит, сейчас, в данный момент, вот когда я использую вот этот самый классический сервер, он в этом смысле очень простой. Он запущен от имени, ну, вот, моего пользователя на удаленной машине, и он может делать все, что могу делать я на этой удаленной машине. Ну, плюс к тому, он еще и не делает никакой аутентификации. То есть, поэтому хорошо, что вот эта Wi-Fi-сеть у меня запароленная. То есть, если бы сейчас кто-то подключился к этой же Wi-Fi-сети, запустил питон, импортил RvalRP, то он бы получил возможность делать все, что могу делать я на этой удаленной машине. Есть более продвинутый какой-то сервер, не классик, а что-то там другое, я не помню, как он называется. Он позволяет и аутентификацию делать, еще там что-то, права какие-то раздавать. Но вот этот простой, он так не делает. И на самом деле в вашем вопросе есть некая сермяжная правда, которая состоит в том, что с точки зрения RPEG очень по-разному ведут себя изменяемые объекты и неизменяемые объекты. Вот неизменяемые объекты, такие как числа, строки, они, если их надо передавать с машины на машину, передаются по значению. Если мне надо передать локальный параметр 3 удаленной функции, то просто копия этой тройки передастся по сети, и там она вызовется. А изменяемые объекты, в том числе списки, передаются по ссылке. Причем ссылка эта хитрая. То есть, скажем, на удаленной машине есть настоящий список пасс, а на локальной машине есть его прокси, которая называется remote пасс. Если я что-то делаю с remote пасс, то требование сделать то же самое передается на удаленную машину, и оно там делается. В этом смысле есть различие между изменяемыми и неизменяемыми объектами. Ну вот теперь, значит, я создал объект. Объект того самого класса, который я тут только что показывал. Вот на удаленной машине есть вот такой вот класс, myclass, который, скажем так, имитирует длинное вычисление. То есть, на самом деле, его метод f просто прибавляет единичку к своему аргументу, что можно сделать, естественно, мгновенно. Но мне надо показать, что происходит при длительных вычислениях на удаленной машине, поэтому у этого класса есть еще атрибут t, и он просто спит в t секунд. Начальное значение этого t я сделал равным нулю. Вот здесь вот этот вот нулик. То есть вот здесь я создал объект класса. Настоящий объект создался в удаленной машине, а его прокси, которая называется remote object, создалось в этой, в локальной машине. И теперь все, что я буду делать с remote object, будет передаваться на удаленную машину для выполнения. Например, я могу вызвать метод f с параметром 3, и я мгновенно получу результат 4, потому что метод f просто прибавляет единичку к своему аргументу. Но это вычисление 3 плюс 1 делалось удаленной машиной, а не моей машиной. Если я вот этому атрибуту t присвою двойку, то он будет ждать 2 секунды, а потом вернет ответ. Тут можно, эти самые вызовы могут делаться в любом направлении, в том смысле, что, например, я могу описать локальную функцию, которая будет вызываться из удаленной функции. Вот я описал некую локальную функцию log, которая просто печатает свой аргумент, а потом прибавляет к нему единичку. А потом я вызвал на удаленной машине встроенную функцию map, которая передал локальную функцию log и локальный список 1, 2, 3. Тем самым получается вообще вот такая вот запутанная ситуация. То есть вот этот map на удаленной машине на каждом шаге, он делает 3 шага. К каждому из этих вот 1, 2, 3, на него он опускает функцию log, где функция log – это функция локальной машины. То есть он делает callback, вызов обратно функции log на локальной машине. Она на локальной машине мне печатает, от чего она вызвалась, и возвращает свой результат на удаленную машину, где строится окончательный список, который в качестве результата всей этой операции возвращается сюда, и вот здесь он напечатан. Ну, это всё довольно красиво в том смысле, что единая программа работает на многих машинах одновременно, но пока что от этого реально мало пользы, потому что вся операция синхронная. То есть одна машина поручает другой что-то сделать, ждёт, пока та сделает и вернёт ей ответ, а потом только продолжает двигаться дальше. Чтобы получить выигрыш по быстродействию, надо, чтобы обе машины, или там 100 машин, если у вас большой кластер, работали всё-таки одновременно, они ждали друг друга всё время. Вот, допустим, я теперь хочу, чтобы функция f считалась 10 секунд. Теперь я могу... Вот в пакете RPIC есть такая вещь, как асинхронная функция. Могу определить асинхронную функцию f, которая есть атрибут f удалённого объекта, вот этого нашего remote object, и потом вызвать эту асинхронную функцию от какого-нибудь аргумента. Тогда вот этот рез не есть результат вычисления, потому что результат вычисления будет только через 10 секунд готов. Это есть некий объект. Вот этот асинк f возвращает некий объект, про который мы можем спросить, он уже готов или ещё не готов. Вот, например, я всё это вызываю и вижу, что он ещё не готов. Сейчас он всё ещё не готов. Сейчас он всё ещё не готов. Ну, боже, как долго. Ну, почему это он так долго не готов? А, вот сейчас он наконец готов. Так? Поскольку он готов, я могу посмотреть его value и убедиться, что оно двойка. То есть здесь я мог продолжать что-то делать, пока удалённая машина считает. Время от времени спрашивает, эй, ты уже готов или ещё не готов? И когда готов, забрать результат. Что будет, если я не буду ничего спрашивать, а не буду там спрашивать res.ready, а просто сразу спрошу res.value. А программа блокируется на те самые 10 секунд, в течение которых удалённая машина работает. Вот через 10 секунд она мне напечатает этот самый результат. Но это ещё не самый удобный метод, потому что непонятно, когда мне вставлять в свою программу вот эти самые проверки res.ready. Можно сделать callback-функцию, что гораздо более правильный способ организации распределённых вычислений. То есть вот на локальной машине я определяю функцию callback, которая в данном случае... от аргумента res, которая в данном случае просто-напросто печатает res.value. Так? Ничего больше. Теперь я могу сказать, чтобы эта callback-функция вызвалась, когда результат вычисления будет готов. Асинхронно. Но для этого она должна вызываться в отдельном среде. В общем-то, средовое программирование мы не проходили. Это довольно такая, ну что ли, продвинутая тема. Там, чтобы... Ну, в общем, отдельная песня. Но в данном случае это довольно просто. В данном случае мы... Я тут собираюсь создать отдельный thread, который есть background-serving thread для машины remote. сказать, что вот этот res есть вот моя асинхронная функция вот какого-то аргумента и добавить к этому res callback, который есть в моей функции callback. Тогда, когда вот этот res приобретет статус ready, вызовется функция callback, локальная, но в отдельном thread. А я тем временем могу продолжать что-то делать. Вот я все это вызвал. И тут я продолжаю работать, что-то делаю. Вот n присвоил единицу, посмотрел его значение. Еще раз посмотрел его значение. Еще раз. О! А вот здесь вот у меня напечаталась четверочка. А это сработал принт из функции callback, которая в параллельном thread вызвалась, когда удаленная машина действительно вернула результат этого вычисления. Так что res.ready стал true. Ну, а теперь этот thread надо остановить, чтобы он не продолжал тут крутиться. А вообще, ну, вот это, естественно, сильно идеализированный, сильно упрощенный пример. Но если я работаю, ну, на своей машине, должен делать какие-то очень длинные и сложные вычисления на каких-то мощных удаленных машинах, то я могу сделать, ну, там, вот, скажем, целый список, например, массив вот этих указателей на разные удаленные машины, им поручить свои разные задания. Каждая будет чего-нибудь считать. А на локальной машине я, например, могу на питоне сделать какой-нибудь GUI. А каждая машина, как посчитала там очередную точку чего-нибудь, что очень долго считается, может вызывать callback, который будет ставить очередную точку на график. Например. Одна возможная идея, как это использовать. Ну, ладно, опять же. Значит, вот эта демонстрация у меня закончена. для распределенных вычислений. И теперь мне нужно для последней демонстрации... А, ну да, это я тоже прервусь и выйду из удаленной машины. Теперь я могу сеть эту отключить, чтобы она никого не нервировала. Так. Я ее отключу везде сейчас все-таки. Так, Hogwarts отключится. Здесь отключился. И точку доступа выключу, чтобы поменьше времени нарушать правила. Все, я ее выключу. И теперь мне нужно сделать большое переключение на питон 2.7, чтобы показать последнюю демонстрацию, которую мне Женя Балдин предоставил. Значит, теперь я с питона 3.4, который у меня тут был текущий, переключился на питон 2.7. Теперь здесь мне надо остановить Юпитер и запустить его заново. Так, ну и... Леопольд, выходи. Ага. Вот он. И тут должен быть где-то... Рут. Вот он, Рут. Значит, это демонстрация, как можно работать с системой Рут из питона. Я сам совершенно в этом не специалист. Ну, что-то тот минимум, который здесь написан в этой демонстрации, я хоть бедно понимаю. Значит, Рут – это большая система обработки экспериментальных данных. Да, чем у него, скажем, принципиально... В чем у него принципиальное отличие вот хоть от PANDAS, хоть от AR, хоть от чего угодно. Одно событие... Ну, там, например, одно событие может содержать такой большой объем данных, что не влазит в оперативную память. То есть вот один там дейта-фрейм в PANDAS должен, естественно, влазить в оперативную память. А если надо... Нет, на одно событие от вреда... Да ладно, я не буду говорить, чего я не знаю, но может понадобиться обрабатывать одновременно такое количество данных, которые они влазят в оперативную память. Вот Рут это позволяет делать. У него есть там свои какие-то объекты каких-то классов, которые позволяют брать необходимые кусочки из диска по мере надобности, не загружать их в память все целиком. Ну, вот, значит, сейчас я поставил специально Рут на вот эту свою машину, где его раньше не было. Рут поставился вместе с этим питонским интерфейсом, но этот питонский интерфейс лежит в немного нестандартной директории, поэтому я ее сейчас добавлю. Он лежит в юзер-либ Рут. Вот я добавил директорию к питонскому пасу на этой машине. Уже только одна эта машина работает. Теперь я могу из него чего-нибудь импортировать. Вот я из него импортировал конву и... А, импортируется еще, звездочка горит. Ну, и... Все, готово. И вот теперь я эту конву создал. Это просто отдельное окошко, в котором будут появляться мои графики. В данный момент мне его еще не очень надо, поэтому я сюда переключусь. Теперь я импортирую тх1f. Тх1f это что такое, Это какая-то гистограмма. Теперь вот я создал объект этого типа, то есть я импортировал класс, создал объект и заполнил этот объект чертовоемые случайных чисел, распределенных по гауссу, профитировал гауссом, опять же. То есть, очевидно, этот гаус, который получился в результате фита, будет довольно близок к исходному тому, по которому распределению, по которому эти случайные числа генерировались. Так, сейчас, а в этом окошке уже что-нибудь видно или еще нет? А, нет, еще нет. Ладно, ну, слушай, Женя, скажи пару слов, что тут дальше происходит. Что такое ТФ1, вот этот? Для того, чтобы вступиться к параметру, сначала нужно вступиться к функции. который мы возгоняем. Для этого импортируется класс функции. Берется эта функция. Ага, ну да, дальше мы получаем параметры. это идет по имени. У нас всегда уже возгоняем, то есть, это нагалось увеличить функцию. Ну да, значит, что получилось? Получилось среднее значение действительно весьма близко к нулю, ну вот с такой точностью, то есть в пределах одной сигмы в данном случае оно соответствует нулю. Среднеквадратичное отклонение должно быть единицей, оно действительно практически единицы. А, а вот теперь мы результаты этой подгонки можем нарисовать. подгонки 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 и фитированием данных. Так, теперь вот, значит, мы будем фитировать, что мы тут дальше делаем? теперь хочется делать картинку чуть покрасивее, чтобы сразу же на картинке была информация о параметах подгонки. То есть, что сейчас для этого выводили в виде текста, теперь переключится опять на картинку. Ага, да, 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 хорошо, сейчас сделаем. Значит, а уже можно переключиться, да? А, вот так и сделать побольше и тормозчик. Ага, так, хорошо, можно, действительно, можно, а, нет, это я не то потащил, а вот так я могу действительно сделать. Можно увидеть, что они соответствуют тому, что прямо вводили вводили. Ну, да, то есть переключиться этим данным. А можно вынести вот так? Просто приведите вот так. Ладно. Теперь, вот, значит, мы тут хотим прочитать какой-то файл z-skem.root, очевидно, так. В нем есть дерево, которое есть прямо экспериментальные результаты, как я понимаю, реальные, живые, экспериментальные результаты. Значит, это результаты по рождению двух мионов и фотона. Так? Вот. И здесь мы хотим нарисовать распределение по инвариантной массе. Распределение по инвариантной массе двух мионов. Опять же, вызовем апдейт, и оно появится вот в том же самом окошке. И мы получим здесь уже реально из живых экспериментальных данных получено распределение по инвариантной массе пары мионов в процессе рождения амю плюс ми минус гамма на лэйчси. Что? Ну да, да, да. Но это распределение по инвариантной массе пары частиц, только именно двух частиц. Так. Можно сделать какую-нибудь подгонку этих данных. Так. Вот мы делаем подгонку гауссом, например, так, подгонку гауссом и получаем, что подогналось оно не очень хорошо. То есть, очевидно, это распределение это не гаусс, так? Хотя, ну, какое-то колоколообразное, так, грубо говоря, но не все колоколообразные распределения гауссов. так. Ну вот, теперь давайте попробуем получше подогнать. Это... А, ну, это прямо то, чего надо минимизировать, да? Это то, чего надо минимизировать. В данном случае будем брить Вигнером подгонять. Значит... Ну да, вот это мы фитируем, рисуем подгонку и опять же обновляем изображение в окошке и видим, что подогналось гораздо лучше. То есть, действительно, это распределение по инвариантной массе, ну, более-менее брить Вигнерское. Ну, не идеально. вот здесь, например, где-то в конце. Но очень близко. Так? Теперь давайте посмотрим на эти самые параметры, которые получились. Параметры и их ошибки. Значит, первый параметр – это инвариантная масса. А, инвариантная масса – это, в общем-то, Z0 должен распадаться. Так? Видно, что инвариантная масса, которая получилась, заметно отличается от того, что вы в таблице своих частиц для Z0 найдете. Ну, и, в общем, не идеально подгоняется Бритт-Вигнером. Ну, ладно. Можно более хитрое строить не одномерные гистограммы, а, скажем, двумерные распределения по двум параметрам, которые есть инвариантная масса мю-плюс-а и фотона, инвариантная масса мю-минуса и фотона, как я понимаю. Вот это два наших параметра, и мы получаем двумерное распределение. Вот оно такое вот. То есть вот эти два параметра по двум осям отложены. Значит, где повыше, больше событий там красное, а где мало событий там синее. Получилась вот такая вот контурная карта. Можно в другом виде, в другом стиле получить такое же распределение в виде вот такой вот построенный из колоночек двумерной кистограммы. Это питоновский интерфейс круту, да? Что? Это питоновский интерфейс круту, да? Да-да-да. Все вычисления делают рут. Это просто интерфейс, причем вот этот интерфейс, их есть несколько, более чем один. Вот этот конкретный интерфейс пи-рут, он очень близко и буквально повторяет то, что можно делать непосредственно в руте на C++ в Cint. Поэтому это имеет, естественно, как плюсы, так и минусы. Плюс состоит в том, что можно читать одну документацию, один вот этот толстый кирпич с описанием рута, если вы его читаете, то вы автоматически можете использовать не только из интерпрезатора Cint, но и из Питона все, потому что практически все ровно то же самое с точностью до совсем мелких деталей. Есть другой какой-то интерфейс, который зовут рут пи, наоборот, в обратном порядке, который стремится ближе соответствовать духу Питона, то есть он более питонанско подобную обертку делает. Но тогда труднее переводить на этот язык то, что написано в стандартной документации по руту. Дальше значит, кому что удобнее, тот то и использует. Но вот этот пи рут, который я показывал по Жениным примерам, он на самом деле просто как бы входит в состав рута. То есть, например, вот у меня здесь дженту, мне достаточно было скомпилировать пакет рут с юз флагом питон, и этот питонский интерфейс скомпилировался тоже автоматически. То есть, не надо предпринимать каких-то больших усилий, чтобы его заполучить. Он получается практически забесплатно вместе с рутом. Ну вот и все опять же с этим примером. Еще раз говорю, что этот пример не я сделал. Я в руте, в общем-то, понятное дело, не разбираюсь. Но для экспериментов в области физики элементарных частиц он, в общем-то, используется, хотя разработан в ЦЕРНе, но используется во всем мире, в том числе, естественно, у нас. Ну ладно, значит, вот будем считать, что на этом мы и закончим это длинное мероприятие. Все? в общем-то, Продолжение следует...